Севастополь Севастополь Полиция Севастополя разыскивает 15-летнюю Марию Завгороднию. Девочка ушла из дома 10 марта и до сих пор не вернулась. Ее приметы на вид 13-17 лет, рост 158 см, худощавого телосложения, волосы русые, глаза серо-зеленые, на зубах брекеты из белого металла. Была одета в удлиненную зимнюю куртку, джинсы темно-синего цвета и вязаную шерстяную шапку. На ногах были черные полуботинки из искусственной кожи с застежками из желтого металла. На правой руке в районе кисти красная шерстяная нить, в ушах – серьги-гвоздики. При себе может иметь рюкзак коричневого цвета с рисунком в белые мелкие цветочки. Всех, кому что-либо известно о местонахождении Марии Завгороднии, просьба сообщить по телефону 54 41 81 или 102. Заместитель председателя законодательного собрания Севастополя Александр Андреевич Кулагин провел прием руководителей общественных ветеранских организаций. Заявители рассказали как о личных, так и об общегородских проблемах. Больше всего людей беспокоили вопросы благоустройства города, установки новых памятников, открытия приюта для лиц без определенного места жительства. Елена Васильевна Колесова обратилась к депутату с проблемой, которая, по ее словам, беспокоит не только ветеранов, а и все население Севастополя. Женщина отмечает, за последние годы в городе возросло количество бездомных. Граждане без определенного места жительства не просто просят милостыню, а зачастую ведут себя грубо и вызывающе по отношению к окружающим. В частности, Большая Морская. Там просто через каждые 50-60 метров стоят бомжи. Я не боюсь этого слова. Они бывают избиты, бывают в царапинах, с собаками. Бывают женщины из какого-то синего-зеленого цвета. Места для того, чтобы их разместить на постоянное проживание и дать им и хлеб, и приют, и крышу над головой у нас нет. Предлагаю собрать круглый стол, наверное, или какое-нибудь там рабочее совещание, пригласить туда всех, кто у нас с этим вопросом так или иначе связан, там департамент здравоохранения, суд защиты и так далее, полицию. Общество инвалидов. Ну, общество инвалидов, да. И мы тогда это обсудим, потому что вы правильно говорите, вот очень деликатно, здесь нужно понимать, как это будет решать. Волновали ветеранов также жилищно-коммунальные проблемы. В частности, отсутствие водоснабжения в одном из домов по улице Героев Севастополя. Кроме того, коснулись вопросов военно-патриотического воспитания молодежи и возведения новых памятников. В центре Севастополя предлагают установить монумент школьникам-партизанам. Почему в центре? Ну, во-первых, детям самое лучшее. Все везде. Вот смотрите, Володя Дубинина в центре Керчи, Краснодонцам в центре. Просим его установить на площади Нахимова, потому что это историческая, героическая площадь нашего города. Посмотрите, там стоит Нахимов, там стоит Казарский, там стена, мемориал, значит, с вечным огнём. Там пост номер один детский, это самое главное. Все вопросы Александр Андреевич Кулагин взял на личный контроль. Кроме того, в ближайшее время заявки передадут в правительство Севастополя. Ответы заявители получат в течение 30 календарных дней. Анастасия Синица, Виталий Коломийц, информационный канал Севастополя. 10 марта в России День архивов. Праздник пока неофициальный, но с 2003 года архивариус отмечает его ежегодно по решению Росархива. Дата выбрана не случайно. В этот день, в 1720 году, Пётр I подписал генеральный регламент или устав, благодаря которому во всех органах власти появилась должность архивариуса. Сегодня объем архивного фонда Российской Федерации составляет более 500 миллионов единиц хранения на различных носителях. В Севастопольском архиве около 800 фондов, самый ранний из которых датируется 1794 годом. В документах отражена история Севастополя, судьбы его жителей. Сюда обращаются за историческими, биографическими, социальными, правовыми справками. Городской архив ведет свою историю с 1921 года. Среди 35 дореволюционных фондов, которые сегодня хранятся в учреждении, самый ранний датируется 1794 годом. Это документы Балаклавского Георгиевского мужского монастыря, где подписи оставили адмиралы Михаил Петрович Лазарев, Павел Степанович Нахимов, Владимир Алексеевич Корнилов. Всего в хранилище 800 фондов, в штате 35 сотрудников. Большинство из них – молодые специалисты, которые отмечают главное в их профессии – преданность своему делу и любовь к истории родного города. Никто не попадает в архивное дело случайно. Каждый сюда приходит, и для нас, наверное, это призвание, а не работа. У нас двое самых старших товарищей, а все остальные – молодые девочки. И что хочу сказать, ну здесь нет высокой материальной заинтересованности, но, видимо, они сумели как-то проникнуться. Они пришли сами сюда работать, и работают великолепно, просто душа радуется. Помимо работы самого архива важно также и содействие предприятий, которые сдают документы на хранение. Их правильное оформление – залог того, что в будущем у севастопольцев не возникнет проблем с получением бумаг. Например, для подтверждения стажа работы. Кроме того, задача архивистов – сохранить подлинную историю для будущих поколений. Люди, которые сохраняют документы, подтверждающие то, что происходило в городе, люди, которые сохраняют нашу живую историю сегодня, для будущих поколений, это, конечно, эта работа крайне важна для того, чтобы последующее поколение знали, помнили, изучали и учились. Благодаря новому оборудованию порядка двух тысяч дел ежегодно переводятся в электронный вид. В будущем документы на бумажных носителях использовать не будут. Кроме того, в планах переезд архива с Героев Сталинграда в Большая по площади здания на улице Генерала Острякова, 36А, где уже закончен первый этап реконструкции. Продумали перечень оборудования, современнейшего которого будет оснащен архив. И в этом году начнутся строительно-монтажные работы, приобретение оборудования. И в декабре 2017 года планируется сдача здания в эксплуатацию. И в 2018 году начнен переезд в архив. Но и по нынешнему адресу работа в архиве кипит ежедневно. Понимая значимость своего дела для истории города и страны, севастопольские архивисты уверены – важен каждый документ. И даже в свой профессиональный праздник готовы прийти на помощь любому, кто обратится в Севастопольский архив. Вероника Андреева, Александр Дементьев, информационный канал Севастополя. Ярмарка «Весенний» откроется в городе в честь третьей годовщины воссоединения Севастополя и Крыма с Россией. Она будет работать с 16 по 18 марта, сообщает пресс-служба правительства города, со ссылкой на заявление исполняющей обязанности начальника главного управления потребительского рынка и лицензирования Марии Аты Валерьевны Черничкиной. На смотровой площадке между Дворцом детского и юношеского творчества и Институтом биологии Южных морей разместят 25 торговых точек, где можно будет купить сувениры с праздничной символикой и изделия народных художественных промыслов. Весенний подарок севастопольцам и гостям города преподнесли супруги-художники Всеволод Сухоруких и Анжела Моисеенко. В Центральной городской детской библиотеке имени Аркадия Петровича Гайдара открылась тематическая выставка картин. В экспозиции 25 полотен с изображениями натюрмортов и городских пейзажей. Яркие тюльпаны, нежные нарциссы, пышная сирень, созерцание цветов даже на холстях создают в душе настоящее весеннее настроение. Этого эффекта и хотели добиться члены Союза художников России Всеволод Сухоруких и Анжела Моисеенко. Они уверены, мастера кисти должны чаще делиться своими наработками с детскими учреждениями города. Научить видеть прекрасное – это основная задача людей искусства. Сейчас появилась тенденция у профессиональных художников Севастополя выставляться в дорогих кафе, в гостиницах, в дорогих ресторанах. А ведь раньше, не так давно, художники выставлялись в детских библиотеках, в школах, в больницах детских и делали безвозмездные благотворительные подарки для этих учреждений. Потому что растет новое поколение, которое в основном сейчас занимается тем, что сидит в интернете и нужно его вернуть все-таки к миру. Мне в Анжеле больше всего нравится ее трудоспособность. Она как батарейка, энергайзер. Моя любимая тема – Севастополь. Я в основном пишу только городской пейзаж и иногда натюрморт. Поздравить живописцев с открытием выставки пришли представители интеллигенции Севастополя, городского отделения Союза художников России, поклонники творческого дуэта. Они назвали картины ярким и светлым фейерверком красок и поблагодарили сотрудников библиотеки за предоставленную выставочную площадь. В нашей библиотеке это очень уместно, такие выставки, потому что наши читатели, которые приходят в библиотеку, их родители, педагоги, они очень часто заходят в этот зал, в котором мы проводим много мероприятий. И, конечно, они находятся, во-первых, в такой доброжелательной, красивой атмосфере. Во-вторых, они формируют свой эстетический вкус, они узнают о своих талантливых земляках. Художники призвали молодых коллег выходить на пленэр, а не копировать готовые картины с интернета. Экспозиция «Весенний подарок» будет открыта до 30 апреля. Евгения Переплеснина, Александр Дементьев, информационный канал «Севастополя». И к новостям спорта. С 9 по 11 марта в Севастополе проходит открытое первенство спортивной школы Олимпийского резерва номер один по плаванию. Участвуют 210 спортсменов. Победители представят регион на общероссийских соревнованиях. Соревнования проходят в 32 дисциплинах. По итогам состязаний будут отобраны спортсмены для участия в первенстве России в Пензе, в Спартакеаде учащихся России в Ростове-на-Дону и всероссийских соревнованиях «Веселый дельфин» в Санкт-Петербурге. За право стать лучшими в первенстве города состязаются ребята в трех возрастных категориях. Девочки до 10 лет и мальчики до 12, девочки 11-12 лет и мальчики 13-14, а также девушки от 13 лет и старше и юноши от 15 лет и старше. Сегодняшнее соревнование для меня важный, потому что я должен показать свой лучший результат и прогрессировать вперед, и отобраться на чемпионат России. Вообще моя цель в жизни – это попасть на Олимпийские игры, конечно же, но потом тренером стать и посвятить себя спорту. Сегодняшнее соревнование для того, чтобы выйти на российские соревнования, чтобы попасть, и мне нужно попасть и хорошо проплыть, улучшить результаты свои. Напомним, с 1 января 2017 года во всех школах Олимпийского резерва бесплатно могут заниматься только спортсмены, которые готовятся к соревнованиям. Плавание в целях оздоровления осуществляется на коммерческой основе. Севастопольская школа Олимпийского резерва номер один подготовила социальный проект, согласно которому возможность заниматься плаванием бесплатно будет у всех севастопольских детей. Депутат законодательного собрания Татьяна Георгиевна Лобач пояснила, разработанный проект получил одобрение правительства города. Хотелось бы пожелать всем быстрой воды, как говорят в плавании, чтобы 200 участников этих мероприятий, в городе Севастополь, детей, которые занимаются плаванием, становилось больше. И считаю, что городу море, каждый ребенок города Севастополя должен уметь плавать. И мы в законодательное собрание, как власти города Севастополя, приложим все усилия, чтобы этот вид спорта в городе развивался в дальнейшем. Итоги открытого первенства в спортивной школе Олимпийского резерва номер один подведут уже в субботу. Юлия Бауськова, Андрей Тымчук, информационный канал Севастополя. Это были все новости к этому часу. Еще больше интересной информации смотрите на нашем сайте xtv.ru. Телефон редакции 54-51-12. Я желаю вам всего доброго и до встречи в эфире. КОНЕЦ